Сегодня я вам покажу, каким образом, на каком оборудовании, по какой технологии. Есть возможность посмотреть технологию, возможно подчеркнуть что-то новое и использовать это уже у себя в производстве в России. То есть это вот то, как мы видели, вырубается, здесь уже она превращается в пружину. А вот тут, судя по всему, как раз идет наклепывание диска. Специально для меня открыли, вот она пружина нагревается. Приварка контактной сваркой. Для разных автомобилей, для разных двигателей, для разных сцеплений, соответственно, эта шероховатость разная. В общем, век живи, век учись. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Друзья, добрый день. Привет вам из Измира. Пригласили меня в Турцию на предприятие, которое называется Остехник, снять репортаж о производстве автокомпонентов. В частности, ребята производят сцепление, гидронасосы для подъема кабин, гидроцилиндры подъема кабин и детали реактивных штанг. В России продукция, произведенная компанией Остехника, продается под брендами Аромтек, Омега и Форм Авто. И забегая немного вперед и ожидая того, что вполне возможно в комментариях будут некоторые товарищи писать гневные отзывы о том, что вот ты продался, поехал в страну НАТО снимать производство, давай лучше снимать наше отечественное производство, я немножко попытаюсь апеллировать. Ну, во-первых, все из нас так или иначе покупают зарубежную продукцию, ну, то, что касается автокомпонентов. И я думаю, что здесь лучше покупать ту продукцию, которую ты знаешь, как она изготовлена и где она изготовлена. Я всегда говорю, что на плохом оборудовании качественные комплектующие не сделать. Давайте как раз вот сегодня я вам покажу, каким образом, на каком оборудовании, по какой технологии эти детали производятся. И второй из аргументов, есть возможность посмотреть технологию, возможно, подчеркнуть что-то новое и использовать это уже у себя в производстве в России. Поэтому я думаю, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Поэтому приглашаю всех на производство Остехника посмотреть, как делаются автокомпоненты. Мы находимся с вами на складе сырья. Здесь собираются комплектующие, кованые детали, которые приходят с других производств. Деталь как раз насоса для подъема кабины. На сегодняшний день на предприятии изготавливаются автокомпоненты, в том числе для КамАЗа, для МАЗа, для Урала. Я когда с ними разговаривал, они говорят, мы были даже в Миасе. Не считая, конечно, мировых брендов, то есть это Мерседес, Ман, Исудзу, Даф, Ивека и многие другие автопроизводители. Автокомпоненты производства Остехника производятся под брендами Револ, Хиткап и Эгерот. Под брендом Револ производится сцепление, под брендом Хиткап производятся детали кабин, гидронасосы подъема кабин, гидроцилиндры подъема кабин. Под брендом Эгерот производятся реактивные тяги для различных автомобилей грузовых. Это господин Зия, представитель предприятия по развитию бизнеса, производства по новым направлениям. Помогать будет переводчица Мика. Она только учится, поэтому сильно ее не судите. Детали, которые поступают на склад от других предприятий, они контролируются, то есть у них входной контроль. Ипосредственно вот деталь реактивной тяги, которая будет запрессовываться, и ребята контролируют размеры. Параметры записываются в карту входного контроля. Если все нормально, то после этого только уходят в производство. Вообще в производстве используют сырье и немецкое, и французское, и испанское. Мы здесь ходили, вчера ребята рассказывали, вот это вот детали из Франции, вот это получается из Германии. Сталь, допустим, которая используется для прессования корзины сцепления, она из Испании. Труба, которая идет в гидроцилиндрах, сами же такая, идут из Румынии, допустим, а труба, она идет местного турецкого производства. Вот на заднем плане можно посмотреть, это как раз то, что будет использоваться потом в будущем в реактивных тягах. Толстостенная труба, а вот детали сцепления. То есть это готовое литье приходит со смежных производств. Ну а вот эта труба, которая закрыта, это хонингованная труба, которая используется потом в производстве гидроцилиндров. Труба идет из Италии. Ну, кстати, неудивительно, наши производители гидроцилиндров тоже используют итальянскую. Вот, это сталь из Испании. Политика предприятия не экономить на сырье и в своих изделиях использовать сырье только проверенных поставщиков, высококачественных, которые себя уже зарекомендовали на мировом рынке. Ну, в частности, допустим, как я уже говорил, труба, допустим, из Италии идет. Сталь, которая используется в сцеплениях, она идет из Испании. Хотя, в принципе, в Турции это все производится. Могли бы использовать и собственное сырье, но, тем не менее, стараются брать самое лучшее. Мы заходим в цех. Под одной крышей находится производство. Как раз две производятся эти три марки. Revol, Heatcap и Gerot. В 1971 году предприятие вообще было основано на 50 квадратных метрах. На рынке Остехник уже 50 лет. Площадь на сегодняшний день более 30 тысяч квадратных метров. И они мне показывают, у них есть еще планы по где-то двух, двоекратному, троекратному увеличению производственных мощностей. Обратите внимание, чьи металлообрабатывающие станки стоят. То есть это Дусан и Хонда, это Южная Корея. Ни для кого не секрет, что это оборудование по соотношению цена-качество, оно уже как бы себя зарекомендовало. Я так понимаю, проверяются допуски. Балансировка, да, сейчас? Да. Прибор показывает, где есть дисбаланс, то есть балансировка методом сверления. Я напомню, что сцепление и автокомпоненты, все, что относится к сцеплению, производится под брендом Revol. Предварительно балансируется прижимной диск и после сборки все сцепление еще раз балансируется. Мы это посмотрим потом. Да. Это вот как раз протяжной станок. Все, свитцы нарезаны. В общем, как я уже говорил, очень надеюсь, что наши производители, которые увидят в этих технологиях что-то новое, смогут их использовать для себя. Идет обработка корзины сцепления после штампа. Верхняя кромка подрезается, боковые кромки подрезаются. Да, это до, а вот после. После мы видим подрезано уже сверху, с боков. Ну, то есть то, что надо, то подрезается уже. А вот тоже проверяют размеры. Смотрите, какая простая приспособа. Приспи. И идет размер диаметра. Сваривается, да? То есть это то, что в будущем будет сцеплением. Вот мне подсказывает Вика, что это лазерная сварка. Да, а сюда потом будут приклепываться уже непосредственно фрикционы. Я понимаю. Ребята, учите английский язык. А вот кто прогуливает сейчас уроки, это просто необходимо. Зия очень харизматичный такой товарищ, улыбается. Иногда на машине едем, он начинает там петь что-нибудь, подпевать. Перешли на участок штамповочный. Здесь стеллажи со штампами разными. Потому что много разных типоразмеров сцеплений делают для разных машин. Соответственно, крутящий момент у нас у разных двигателей отличается. И диаметры сцепления должны быть разные. Ну, в общем, вот в таком вот виде приходят заготовки для сцепления. Как видите, это просто рубленные пятаки с отверстием по центру. И постепенно-постепенно на прессах все добавляются, все новые отверстия. То есть это то, что потом впоследствии станет пружиной лепестковой, диафрагменной насцепления. Изготовление пружины происходит в несколько этапов. Сейчас мы это посмотрим. Вот вырубилось. Причем, смотрите, не за раз. Я уже несколько раз в Турции обратил внимание. У них главное гостя накормить, а работа уже потом. Сначала поесть. Вот опять. Только начали снимать, он говорит, что уже ланч. Уже ланч. А вот здесь обычным пинцетом уже. Скорее всего, деталь гидрораспределителя какого-то. Очень похожа. Обратите внимание, все штамповочное оборудование снабжено специальными устройствами в этой зоне. То есть как только будет находиться рука человека, штамп остановится. Я попытался снять поближе, камеру засунул, и штамп не сработал. И меня наругали немножко, говорят, что ты лезешь, тут нам производственный процесс устанавливаешь. Это вот то, что на выходе. Здесь уже она превращается в пружину. Нагревают в печке, получается, вытаскивают. И еще раз прессуют и охлаждают. Печка нагревается порядка 900 градусов. Ее разогрели. Все, штампанули. Сейчас нам покажут закладку сразу. Вот он ее взял. А, еще, еще, и все, и все в печке, да? То есть три печки здесь. Раз, два, три. Специально для меня открыли. Вот она пружина нагревается. Все, вот у нас уже готовая пружина. Ну, практически готовая. Ее еще должны обработать. Нижняя часть сцепления должна по диску без зазоров быть. То есть сразу смотрят, деформация нормальная или ненормальная. То есть контроль идет. Все, я понял. То есть после этого этапа идет проверка твердости. А зачем чистят? Чтобы твердость проверить. Ребят, кто помнит этот метод, называется по роквеллу или по брюнелю. Там, я помню, либо шариком, либо призмой надо. Твердость HRC в нескольких местах проверяется. А здесь что? Печка. Печка? Да. Ребят, после того, как пружина готова, ее закалили. Идет небольшая, я не помню, как процесс называет, к сожалению, правильно. Или отпуск, или нормализация. Вот, чтобы она не была сильно хрупкой. При температуре порядка 150-200 градусов. Если я правильно помню институт, это процесс происходит под меньшими температурами, но он более длительный. Это идет дробеструйная обработка электродвигателями. Две лопатки. Туда загружаются вот в таком вот виде пружины сцепления. После того, как диск от дробеструили, вот он здесь лежит, это уже обработанный. Его сразу покрывают масляной пленкой для того, чтобы он не окислялся. Турбины останавливаются. Сейчас нам будут доставать сцепление. Мика мне объясняет, что это не просто дробеструй. То есть, помимо функции очистки, идет упрочнение. Дробь бьет по металлу. Поверхность упрочняется. Тоже нагревается. Сколько по времени идет процесс вот этот? Партия? Шесть минут идет процесс. Та часть, которая соприкасается с трущищей деталью выжимного подшипника, она еще дополнительно проходит термообработку. Насколько я понял, идет методом индукционного нагрева закалка. Каждая пружина диафрагменная подвергается потом тестированию приборов. То есть, проверяются ее в соответствии параметрам. Я так понимаю, что прибор считывает начальную нагрузку, и потом вот эта точка диаграммы должна вернуться в исходную точку. То есть, не должно быть остаточной деформации. Это промежуточный склад. То есть, здесь складируется заготовка. То есть, вот это вот заклепки, которые идут на сцепление. Заготовки на диске сцепления. Тоже они. Гидроцилиндры. Штака гидроцилиндра. А, это наконечники рулевых тяг, да? Рулевые. Собственно, все как у нас. На сегодняшний день банковский процент составляет 50% годовых. Я сначала не понял, переспросил. В лирах 50% годовых. То есть, если вы хотите взять в банки ссуду под процентом, 50% годовых, это полная задница вообще. Так что, те, кто жалуются, что у нас в рублях высокая ставка. Вот, пожалуйста, в Турцию совсем с этим делом плохо. Обратите внимание, штамповка идет через специальную пленку. То есть, это вот как раз штампуется корзина сцепления. Причем, штамповка происходит в несколько этапов. Это один из этапов. Мика, спроси, чей это станок, в чем производство? Хорошо. Да, в Турции, оказывается, сделано это пресс. В Турции, да? Вот я и хотел обратить внимание. То есть, у нас в России же тоже часто очень много турецких штампов и турецких моргниц, и турецкого гибочного оборудования. А, допустим, металлообрабатывающего оборудования у нас очень много южнокорейского. И вот у турок тоже металлообрабатывающие центры южнокорейские, как мы видим. Вот первый этап подготовки корзины. Через 15 минут начнется второй этап штамповки, а мы пока поснимаем, я так понимаю, что-то другое. А вот тут, судя по всему, как раз происходит клепка. Идет наклепывание диска. А вот уже с одной стороны приклепанный получается. Вот то, что мы уже снимали. Вот эта вот лазерная сварка приварена. С одной стороны уже приклепали. И сейчас с этой стороны клепаться будет. Фрикцион. Это Франция, фирма Валио. Я думаю, что видно. Вообще, они мне несколько раз акцентировали внимание на том, что, говорит, у нас в Турции тоже делают многие компоненты. Но мы стараемся брать со всего мира самое лучшее. Вот. Ты, говорит, обязательно об этом скажи. Я прошу прощения, что мы немножко в техпроцессе прыгаем с одной операции на другую. Я думаю, в целом вам, уважаемые зрители, будет все производство понятно. Смотрите, как интересно фиксируется магнитиками. Вот то, о чем я говорил. Возможно, кто-то подчеркнет эту технологию. В перевернутом состоянии заклепки фиксируются магнитом. Все. Магнитики убирает. Сторонку отложил. Сверху шайбочки. Сружина. И форум. Все пошло под пресс. Все, готово. После того, как сцепление собрали, они его еще раз тестировали. Мало того, что они тестировали пружину отдельно, то сейчас они тестируют, опять же, еще не законченную корзину сцепления уже с пружиной. Три раза вправляют. Три раза, да? Кто знаком с производством сцепления у нас, напишите, так ли это делается. Так ли часто, на всех этапах у нас тестируют именно изделия в производстве. Все в зеленой зоне, я так понимаю. Если бы было что-то не так, было бы в красной. После этого идет балансировка. Методом снятия лишнего металла. То есть вот там находится станок с фрезой. И он лишний металл сточит. Кружка сразу оказывается пылесосом. Показывает, что 37 грамм надо снять. Вот, пожалуйста. 37 грамм. Все, балансировка готова. Конечная сборка диска сцепления, так понимаю, сейчас с установкой пружин будет. Кстати, кто не знает, цель установки этих пружин – это гашение так называемых крутильных колебаний. То есть, чтобы сцепление в работу более плавно включалось. И от трансмиссии на двигатель передавалось меньше каких-то вредных нагрузок. Оправка устанавливается. Диск сцепления в сборе. Еще не все установили на него, разве? Если честно, я забыл функцию вот этих маленьких пружин. Ребят, напомните в комментариях, для чего они нужны. А вот тоже опять идет контроль после изготовления. То есть, проверяется работа диска, непосредственно его фрикционные свойства. То есть, возможность передачи крутящего момента. Ничего не понимаю, но очень интересно. Здесь стоят датчики, чтобы оборудование не работало, если руки находятся в зоне действия. Вот они с боков датчики стоят. Вот один, вот второй. И так у каждого станка. Ну вот как раз сборка идет выжимного подшипника. Подшипник покупают. Да, это же подшипник. Вот он крутится должен. А, это турецкого производства, да? Да. Он показывает, что подшипник выжимной сам турецкого производства. А вот и сборка. Завальцовка идет. То есть, он его поджимает. Смотрите, как сделано. Просто на токарном станке. Все, он его завальцевал. Как раз прошло 15 минут. И на том прессе, где делалась первая операция по штамповке, должны поменять оснастку. И мы сейчас посмотрим вторую операцию. Тоже через пленочку. Пленка одноразовая. То есть, один раз отштамповали и на выброс. Кстати, интересно. Обратил внимание. Вот я хожу, получается, с начальником. Он общается с подчиненными. И все довольно просто с друг с другом общаются и вежливо. То есть, не видно напряжения, когда подчиненный общается со своим начальством. Как-то все спокойно, весело. Все улыбаются. Такая и улыбка не натянутая, естественная. Идет нагрузка, идет имитация передачи крутящего момента с двигателя на сцепление через шлицы. Идет сжатие вот этих пружин, которые гасят крутильные колебания. А сам диск у нас зажат. И тоже рисуется диаграмма. Вот. Не сразу я сообразил, потому что не увидел, что пружины сжимаются. Оказывается, они сжимаются. Просто это медленно. Не быстро происходит. В общем, мы пришли в лабораторию. Сначала производство все проверяют. Потом в каждом уже процессе тоже проверка идет. Ну, входной контроль получается. Да. Проверка размеров сейчас идет. Прижимного диска сцепления. Как мне объяснили, металл проверяют. Соответствие химсоставу, соответствие параметрам геометрическим. То, что касается входного контроля заготовок и сырья какого-то. И уже в процессе производства идет контроль размеров. Вот элемент сцепления. Вырезали. Получается. И проверяют твердость. Сначала на микроскопе структуру проверяют. А вот электронный микроскоп у них. Структуру поверхности. То есть шлифуют перед проверкой. И если есть какие-то погрешности, то они выявляются. Электронный микроскоп, совмещенный сразу с инструментом по измерению параметров. По размерам, смотрите, видите, ребят. По размерам призмы, которая вдавилась, определяется твердость металла. В следующем месте тоже надавил. Сейчас тоже будет измеряться. То есть в 7 точках измеряют. Потом компьютер говорит, да, хорошо, плохо. Тут гладкость проверяют. А? Гладкость проверяют. А, шероховатость там проверяют. Зия мне объяснил. Я у них пытался, спрашивал, зачем измерять здесь шероховатость на прижимном диске. Они мне объяснили, что сильно гладкий плохо, сильно шероховатый тоже плохо. Должно быть оптимальное значение для того, чтобы обеспечить максимальную передачу крутящего момента. И для разных автомобилей, для разных двигателей, для разных сцеплений, соответственно, эта шероховатость разная. И вот они ее, собственно, и измеряют для этого. Все. В общем, век живи, век учись, как говорится. В общем, мы переместились на склад готовой продукции компании ОСТЕХНИК. То есть вот мы здесь видим диски сцепления и корзины сцепления под брендом Револ, которые... Вот еще раз хочу сказать, это их собственный бренд, под которым они продают и внутри Турции, и за рубеж. Экспорт продукции идет в 57 стран. Из 100% вообще производимой продукции, 70% идет на экспорт, и 30% только остается внутри Турции. Продается везде, включая нашу страну. То есть идет маркировка лазером уже готовых изделий, и после этого идет упаковка. Ну, то есть отдельно маркируется диск, и отдельно маркируются сбои сцепления. Все, готовое, отмаркированное, со смонтированным выжимным подшипником. Кстати, окончательный монтаж происходит на упаковке, что интересно. То есть выживной подшипник уже устанавливается после маркировки и упаковывается. В общем, корзина сцепления в сборе с диском весит 50 кг. А специальная штука подвесная, вакуумная на присосках, 50 кг взял и на палету положил. Константин Прово. Про технику, про предприятие, про людей. Во второй части мы вам расскажем про продукцию, которая выпускается предприятием Осттехника под брендом Хиткап. Это все, что касается гидроподъема кабины. То есть это гидронасосы, гидрораспределители и гидроцилиндропрокидывания кабины. Вот как раз на этом металлообрабатывающем станке изготавливается гидрораспределитель насоса. Это заготовка, а вот то, что мы на выходе имеем. Это головка как-то. Я понял, это головка гидроцилиндраопрокидывания кабины. Да. За одну установку деталь обрабатывается в центре, я понимаю. Вот она, уже готовая. Потом она приваривается к трубе. Здесь уже корейский станок. Гидрозамок кабины. Это заготовка, это уже деталь. То, что у цилиндров вверху, то здесь шток ходит. А вот как раз штака гидроцилиндров, уже нарезанный в размер. То, о чем я говорил в начале видео, штака идут румынские. То есть они объяснили, что они пробовали сырье и турецкого производства, но у румынского оказалась прочность выше, и они используют поэтому его. Везде металлообрабатывающие центры. Вот, уже шток с нарезанной резьбой. То есть с одной стороны будет поршень здесь, с другой стороны проушина. Здесь упаковка. Я бы на что обратил внимание. Вот мы дошли до цилиндров. Метод приварки. У них в технологии есть несколько методов приварки. Они на этом акцентировали внимание. То есть традиционный способ, я его вам покажу. И вот здесь вот путем контактной сварки. Ребят, поняли, да? Я сначала думал, они перешли к этому методу, потому что он быстрее. А они объясняют, что нету деформации. Хотя старый метод они тоже используют. Вот по старинке приварено еще. По старой методике, а вот уже по новой. Вот то, что мы недавно совсем снимали проушину. Вот она уже приварена по трубе. Вот то, что мы видели. Это элементы как раз насоса. То есть он идет как бы в сборе насос с гидрораспределителем. Цех сборки гидроцилиндров и сборки насосов. То есть все тут вся комплектация. Поршень насоса, подъема кабины. Это вот уплотнение, которое в гидроцилиндре стоит. Верхняя букса. И здесь уже сборка непосредственно. Вот они насосы подсобранные. И идет монтаж, уже сборка. А вот уже готовые насосы стоят. Причем, смотрите, они разные. С разным объемом масла. Для разных автомобилей. И еще раз скажу, что под собственным брендом в Турции и на мировой рынок продается продукция Остехника. То, что касается кабин, называется Хиткап. В России поставляется под брендами Армтек, Омега и Форм Ауто. Кстати, пишите в комментариях, вы что-то новое для себя увидели, подчеркнули. Очень хочу быть полезным, чтобы мои видео помогали развитию нашего отечественного машиностроения. Поэтому пишите. Может быть, кто-то что-то новое увидел. Я вот лично для себя увидел контактную сварку. Тестирование гидроцилиндров, да? Воздухом проверяется, да? Да. Пропускает воздух или нет? А, проверяет воздухом, есть ли пропуски или нет. Гидрозамки итальянские. Вообще, итальянцы в этом плане молодцы. Это же не подъем кабины, это что-то другое. То есть, это гидроцилиндры для навески на трактор управляют сельхозоборудованием. Над гидроцилиндр подается масло, он упирается, давит плиту, все тестируется. Идем дальше. Окрасочное производство. Здесь красится все. Идет отмывка, отмывание. Идет окунание в специальный раствор. И идет камера покрасочная. В общем, какой-то секретный раствор используется, в который после промывания окунается. Вот идет процесс окраски. Мне подтвердили, что покраска идет с использованием электричества. Обратите внимание, стена и там вода все время стекает. То есть, чтобы порошок осаждался. Тут то, что у нас на выходе после покраски. А это, я так понимаю, уже после сушки выходит. Все детали подвергаются мойке в специальном растворе. И потом идет окунание еще дополнительно в раствор. Все понимает, защита идет всех соединений. Мне демонстрируют, что все защищается специальными закрывашками. Все изделия маркируются, вся маркировка вносится в компьютер. И хранится там годами. То есть, если что-то с этим изделием случается через год, через два, через три, неважно, даже в послегарантийный период, они могут поднять документацию, посмотреть, кем это сделано было, когда было сделано, кто в эту смену работал. И опять мы вернулись уже в упаковку. Как упаковывается сцепление мы вам показывали. Сейчас, я так понимаю, мы покажем упаковку гидроцилиндров и насосов. Все уже упаковано. Вот получается гидроцилиндр подъема кабины. Вот он. Все упакован, отмаркирован. Выглядит цивильно достаточно. И, собственно, вот, как вы можете наблюдать, идет под брендом HITCAP. И рядышком в коробочке, вот он, упакованный насос уже тоже покрашен. Тоже отмаркирован. Вот, все здесь присутствует. А, ну, тоже маркировка. Хотят мне продемонстрировать лазером, да. В общем, меня успокоили, говорит, лазер не прошибает краску, он только по поверхности краски маркирует. Константин ПРОУ. Про технику, про предприятие, про людей. Ребят, подошла третья часть нашего видео. Мы вам расскажем про производство реактивных тяг, которые выпускаются компанией Восттехник под брендом Egerot. В общем, идет процесс завальцовки. Все. Шаровая завальцована. Следующая пошла. То есть, все довольно просто. Кованая деталь, палец, уплотнение и крышка. Следующий этап, я так понимаю, сейчас будет установка защитных колпачков. Вот здесь мы их видим. Вот такие вот. В общем, как они объяснили, обычно это делается все в автоматическом режиме. Но в данном случае это специально для съемок. Небольшую партию делают вручную. Честно говоря, не знаю, как это делают у нас. Кто видел, пишите в комментариях. Ну, видно, что у девушки рука набита. Довольно легко и быстро она это делает. Я даже не успеваю за ее руками. Все готово. Зия попросил акцентировать такой момент, что вот этот колпачок, они ему уделяют особое внимание. Он такой плотный достаточно. Что очень он важен для длительного срока эксплуатации шаровой опоры. Шарового наконечника вернете. Спасибо. Спасибо. Так, ну идем дальше. Я так понимаю, сейчас будет демонстрация трубогиба. Сначала трубу загибают, после уже обжимают наконечники. Ну вот, процесс пошел. Пошло дело. Все готово. Процесс запрессовки наконечника в реактивную тягу, то есть идет нагрев с токами высокой частоты. Все по времени. Все обжал. Я думаю, что плюс-минус такую технологию сейчас используют все. Если вам известны другие методы, пишите в комментариях. Я думаю, что сейчас сварку уже никто не использует. Вот. Это довольно эффективное и быстрое решение. По характеристикам оно сварке не должно уступать, потому что на ответной части, там тоже есть такие выемки, он просто деталь запрессовывается, как единое целое становится. В общем, пришли мы в лабораторию, где тестируются уже готовые изделия. Здесь несколько стендов, которые проверяют и гидроцилиндры, и реактивные тяги, и гидронасосы. Ну, то есть по многим параметрам они проверяют. Они мне несколько раз говорят, Костя говорит, мы очень трепетно относимся к контролю качества. Пожалуйста, скажи об этом в своем видео. Пусть твои российские зрители это увидят. Я так понимаю, это стенд на выявление каких-то перетечек. То есть он имитирует работу гидроцилиндра. Судя по всему, это рулевое управление какое-то. Да, то есть видно, потому что шток с двух сторон. Как я уже говорил, они делают гидроцилиндры не только подъема кабины, но и гидроцилиндры рулевого управления, гидроцилиндры для сельхозтехники. Ну, то есть перечень продукции довольно большой. И рядом стоит стенд, который тоже циклические нагрузки идут на рулевую тягу. Смотрите, интересный какой механизм. То есть я так понимаю, с одной стороны идет нагрузка, очевидно, с другой стороны идет съем параметров. Причем обратите внимание, охлаждается, судя по всему. Да, подходит охлаждение. То есть имитация потока воздуха, который в принципе есть у автомобиля и при движении. Сложный механизм. Ну вот на компьютере видно диаграммы циклических нагрузок. Если вдруг среди зрителя окажется специалист, он, наверное, поймет. Жутко интересно. Как говорят, ничего не понятно, но жутко интересно. Ну вот подошли к очередному стенду, на котором проводятся испытания сцепления. Значит, Зия мне показал. Методика испытания включает в себя нагрузку продолжительностью 1 миллион 200 тысяч циклов. То есть идет нагружение, но и тут тоже система считывает параметры. То есть имитация идет выжим-отсцепление. Выжим-отпускание, выжим-отпускание. 1 миллион 200 тысяч циклов. Ну ничего, так подход нормальный. Просили акцентировать внимание, что собственное изготовление пресс-форм. Ну обычно станок закрытый для меня открыли, поэтому брызгают. Наличие станков с числовым программным управлением, с 3D-моделированием, позволяет им изготавливать самостоятельную оснастку. Причем они не только себе изготавливают, они и на сторону изготавливают. Ребят решили продемонстрировать, что все разработки, все чертежи у них идут в 3D-моделях. Ну, я думаю, тоже на сегодня уже этим никого не удивишь. Все производители работают именно в этой системе. И работают они вот, пожалуйста, в SolidWorks. Демонстрирует, вот у нас лежит деталь. Вот, то есть это часть гидроцилиндра. И вот она на чертеже. Ну это чертеж штампа для какой-то детали сцепления. Ну в данном случае вот имитация работы штампа по вырубке какой-то детали сцепления. Ребят, ну в общем, вот такой небольшой обзор об очередном производстве автокомпонентов у нас подошел к концу. Кто хочет, может меня поругать. Кто хочет, может меня похвалить. Но я еще раз приведу два аргумента. Первый. Те, кто так или иначе покупает зарубежные комплектующие, смог увидеть уровень производства. И возможно у вас появилось доверие. Возможно вы захотите сотрудничать с компанией Остехника. Ну и для тех наших отечественных производителей, кто производит подобные изделия, я надеюсь, что они подчеркнули что-то новое из увиденной здесь технологии. В общем, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Я поехал дальше. До свидания. До свидания. Спасибо. С 28 по 31 мая 2024 года Крокус Экспо примет самое большое выставочное мероприятие, которое станет номер один в России. И оно объединит сразу несколько отраслей. Это строительная техника в виде СТТ Экспо, выставка строительной техники и технологий, выставка Комбокс, которая объединит коммерческий транспорт и технологии. СТО Экспо – это все, что касается запчастей, оборудования после продажного обслуживания и сервиса. И также премьера года – это логистика Экспо, которая объединит и складские помещения, и сферу логистики, оборудования и технологии, касающиеся перевозок. Мы приглашаем вас и ждем с 28 по 31 мая 2024 года в Крокус Экспо на самое крупное отраслевое выставочное мероприятие России. Синергии международных выставок – СТТ Экспо, СТО Экспо, Комбекс и Логистика Экспо. Вообще, на самом деле, нужно отметить, что у турок ресурсов гораздо меньше, чем у нас. У них, допустим, нет ни нефти, ни газа. Я сегодня смотрел, бензин на заправке. Ну, на сегодняшний день в два раза дороже, чем у нас. Они при этих условиях выживают, скажем так. Раньше мы, когда в Турцию все приезжали на побережье, видели вот это изобилие, жара и так далее. А когда переваливаешь за горы, на ту сторону, гор от побережья, то там на самом деле сначала идет лесная полоса в горах, а потом идет пустыня. Я это к чему все рассказываю? Потому что условия работы и жизни здесь не сахар. И недавно совсем у меня тоже был такой опыт. Я разговаривал с узбеками, со знакомыми. И один узбек мне говорит, как у вас в России хорошо. Я говорю, а что у нас хорошего? Он говорит, у вас трава сама растет. Понимаете, такая вот сакральная вещь. Я об этом раньше не задумывался. У нас сама растет трава. Я говорю, ну и что трава сама растет? Он говорит, понимаешь, у меня, говорит, в Узбекистане, чтобы кормить баранов, я должен либо постоянно качать воду, либо постоянно закупать сено, ну, траву, чтобы кормить. Потом, чуть позже, у меня была командировка еще в Иран. И вот в Турцию. То есть я был не на побережье, а был, скажем так, в континентальной Турции. Я вам скажу, то есть по большому счету, вот сравнивая те условия российские, то есть здесь совсем не сахар. В Иране так там вообще пустыня. Вот, я это к чему? Что на самом деле у нас есть вода, у нас много полезных ископаемых. При правильном, должном подходе, мне кажется, у нас в России можно создать такое производство, с которым не сможет конкурировать, ну, наверное, ни одна страна в мире. То есть у нас все есть для этого. Нужно просто больше усилий и нужно опять определенный хороший протекционизм со стороны нашего правительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова